Район главным государственным административно-техническим инспектором Московской области Татьяной Витушевой начался совхоза имени Ленина. Вместе с главой Ленинского района Олегом Хромовым, главой поселения Еленой Добренковой и сотрудниками Госадомких надзора пешком она обошла почти все поселение. В ходе инспекции Витушевой показали благоустроенные дворы и оборудованные по последнему слову детские площадки. Главного инспектора региона удивили оригинальные ограждения тротуаров в виде шаров из камня, количество зелени, цветов и чистота. Особое впечатление произвел парк отдыха и пруд. Далее делегация направилась в Новомолоково, где их встречали представители управляющей компанией жилищного комплекса и руководство молоковского поселения. Здесь Татьяна Витушева оценила необычные архитектурные решения, территорию не остались без внимания места для сбора мусора. Она отметила хорошую инициативу прививать людям привычку сортировать отходы, в частности пластик. А потом у нас заключен договор. Трансвидная у нас, наш уваженный подрядчик, и они уже вывозят мусор и многогабаритный, и ТБУ, и, соответственно, раздельный пластик. Еще один положительный пример сбора мусора был отмечен в частном секторе сельского поселения Молоковское. Площадка разбита на два сектора – для крупногабаритного мусора и для бытового. Емкость каждого контейнера составляет 5 кубометров. Отметим, что обычные металлические баки вмещают лишь один кубометр. Это как эксперимент у нас. Посмотрим, естественно, мы тогда внесем какие-то коррективы. Ну вот, надеемся, с учетом ваших требований, чтобы это не было мусор на улице. Где однозначно хорошее, тем более для частного сектора. А вот в сельском поселении Володарского дела обстоят хуже. Здесь и детские площадки находятся в ненадлежащем состоянии, и зоны отдыха после дождя оказались погружены в воду. Наблюдается явная нехватка парковочных мест. А в одном из дворов Витушеву встретил старый ржавый бункер для крупногабаритного мусора вместо аккуратных контейнерных баков. В завершении своего визита Татьяна Витушева посетила районный центр «Город Видное». Здесь, как и в других поселениях, прошел флешмоб «Не паркуйся на газонах», организованный совместными усилиями Госадом технадзора области и представителями «Молодой гвардии». Большая проблема Подмосковья, особенно многочисленных городов нашего региона, это несанкционированная парковка. Большое количество, я бы так сказала, автохамов, которые паркуют свои машины, где хотят, когда хотят. И в любое время суток не дают возможности людям нормально жить. Акция «Не паркуйся на газонах» в этот день проходила по всей территории Московской области. Активисты «Молодой гвардии» вместе с сотрудниками Госадом технадзора прошлись по дворам и положили на стекла автомобиля листовки предупреждающие, что парковка на газонах, детских площадках и тротуарах запрещена. Это было лишь предупреждение, а в следующий раз инспекторы начнут штрафовать нарушителей. Размер штрафа для гражданских лиц достигает 5000 рублей. Акция будет продолжаться. Я уверен, что мы еще такие единые дни сделаем. И в единые дни даже мы будем мониторить, сотрудничать с Госадом технадзором. Так что пусть жители Московской области знают, что парковаться на газонах неправильно и нельзя. Это будет наказано.